МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую тех, кто только что присоединился к нам. Мы продолжаем наш вечер в эфире телеканала «Видное ТВ» и у нас в студии обещанный гость Сергей Витальевич Куканов, заместитель главы администрации Ленинского района. Здравствуйте. Добрый вечер. Темой нашего эфира сегодняшнего будет несанкционированная торговля, а также мы обсудим вопросы экологии. Мы ждем вопросов от наших телезрителей, которые будут задавать их по нашим телефонам студии, которые вы видите на своих экранах. И начнем, наверное, наш эфир с того, что обсудим, что же такое несанкционированная торговля, какие виды торговли попадают под это определение. В общем, понимание несанкционированной торговли – это торговля. вне специально отведенных мест, либо торговля без соответствующих разрешений на осуществление такой торговли. В большинстве случаев это либо лоточная торговля, где-то на улицах, соответственно, во дворах такое тоже бывает, либо торговля с машин. Чаще всего это бывает у нас на вылетных трассах, на федеральных трассах, на региональных трассах. Вот это основное направление несанкционированной торговли, с которым мы сталкиваемся. Ну, то есть виды товаров, они не зависят, не попадают под определение несанкционированной торговли, неважно, что продают. Да, любая торговля, соответственно, как я назвал, она является несанкционированной. В большинстве случаев это, конечно же, либо продуктовые наборы товаров, либо какие-то промышленные группы товаров, которые также торгуют. Тенденция этого лета, как говорится, это торговля овощами, фруктами, с машин, именно продуктовые на федеральных трассах. Ну, это, наверное, какие-то сезонные моменты есть, то, что летом больше овощей продается, зимой больше, условно говоря, какие-то перчатки, варежки, носки и прочее. Наши корреспонденты подготовили сюжет на эту тему, и давайте его посмотрим вместе, а потом обсудим. Их убирают, а они снова появляются, как грибы после дождя. Речь идет о точках незаконной торговли, которые встречаются на каждом шагу. Некоторые скажут, а кому они мешают? Но если задуматься, получается бизнес этот вне закона, а значит предприниматели не платят налоги, и вся прибыль идет им в карман. В то время, когда мы, добропорядочные граждане, работая, ответственно отчисляем часть своей зарплаты государству. Торгуют они в антисанитарных условиях, без медицинских книжек, без документов на товар и, конечно, без разрешения на торговлю. Что вас заставило поставить палатку, не получив разрешения и так далее и тому подобное? То есть незаконно? Просто хочется работать и жить все. А то, что не хочется получить какое-то разрешение или перейти чисто по закону работать, то мы лично рады будем очень. Ну а вы не задумывались над тем, чтобы пойти в соответствующие органы и получить разрешение? Пока еще не думали. А задумываться стоило бы, потому что никаких искусственных барьеров людям, которые хотят честно вести свой бизнес, в администрации не ставят. Если у вас есть все необходимые документы на товар, то вы смело можете обращаться за получением разрешения на торговлю. Да и других законных путей продавать качественные товары немало. Например, сезонные ярмарки. Место на них стоит порядка двух тысяч рублей в сутки. Сумма невелика. С хорошими качественными продуктами лучше, конечно, обратиться на ярмарку и торговать, как все нормальные люди, по закону, в проходимом хорошем месте. Овощи, фрукты, одежда, мясная продукция. Перечислять можно до бесконечности. Чем только не занимается теневая торговля. Борьба с ней ведется. И еженедельно закрывается порядка десяти точек. Но ненадолго. Мы регулярно выезжаем, пресекаем эти попытки торговать, привлекаем торговцев к административной ответственности, но, к сожалению, на их место приходят новые торговцы, с которыми также приходится бороться. А все потому, что штраф за такую незаконную торговлю на территории Московской области составляет 500 рублей. И покуда наказание будет столь лояльным, теневые торговцы будут продолжать выходить на свет. Сергей Витальевич, мы услышали, что всего 500 рублей штраф. Так ли это? Это ведь действительно такая минимальная сумма, что человек заплатил и потом может так же торговать и никак не докажет, что он только начал свою торговлю или там уже торгует многое-многое время? В рамках Кодекса об административных правонарушениях, как всегда, предусмотрена некая вилка от 500 рублей до 2000. Это в рамках вот этой статьи КОАПа. Какие еще есть санкции у нас? У нас есть в рамках нарушения налогового законодательства, возможно, при соответствующей доказательной базе, предусмотрено за неуплату налогов штраф в размере 10% от суммы полученного дохода, но не менее 40 тысяч рублей. Для злостных неплательщиков, особенно действующих без регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, такие неплательщики, нарушители, подпадают уже под действие Уголовного кодекса в рамках статьи «Незаконное предпринимательство». Там уже совсем другие санкции. Если ущерб крупный, то есть сумма полученного дохода превышает 1,5 миллиона рублей, там предусмотрен штраф от 300 тысяч рублей, либо арест, либо исправительные работы. Если сумма особо крупная, то есть более 6 миллионов рублей, там уже предусмотрена другая мера ответственности, штраф 500 тысяч рублей, либо вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. А бывали случаи, когда действительно людей лишали свободы и сажали в тюрьму за это? Ну, в моей практике такого не случалось, да, но я сейчас говорю по тем моментам, к которым имеют отношения, естественно, да, это вот про уличную торговлю. Там, сами понимаете, чтобы заработать предприниматель 6 миллионов, надо стоять очень долго на одной такой точке торговать какими-то овощами. Но это же надо еще доказать, что он там так долго стоит. Это и самое сложное. Очень сложно, естественно, собирать доказательную базу. А как вот вообще процесс вот этот должен проходить? Это обращается в суд, какие-то органы, да, которые следят за этим. Вообще, какие органы регулируют вопросы несанкционированной торговли у нас в администрации и вообще в районе? В районе, ну, основной орган, естественно, УМВД по Ленинскому району. Мы со своей стороны инициируем проверки, но, естественно, любая проверка осуществляется только соответствующими органами. Мы сами не имеем права проверять. Мы можем прийти, увидеть, сказать, ну, чтобы люди ушли с этого места. Попросить, скажем так. Если они, соответственно, нас не слышат, мы привлекаем УМВД. Для каких-то более серьезных рейдов, естественно, мы выходим только с УМВД, потому что они могут привлекать к ответственности. И в рамках возбуждения уголовных дел, естественно, это тоже их компетенция. То есть все-таки эти случаи достаточно индивидуальны? Каждый случай очень индивидуальный. А смотрите, вот, например, чтобы выйти в этот рейд, мы, то есть, ну, вы следите за этими нелегальными предпринимателями заранее, ну, чтобы выйти их и, как говорится, прищучить. Нет, ну, естественно, от дома мы их не следим, не следуем по пятам. Есть определенные точки, которые уже исторически складываются, что там либо один, либо другой предприниматель, будем так называть, осуществлять торговлю, да. Плюс есть обращения жителей, которые обращаются либо там на сайт администрации, либо на другие какие-то информационные ресурсы, либо на портал Добродел. Естественно, мы выезжаем и проверяем ту или иную точку, например, торговлю. А есть ли какая-то статистика, на что больше всего жалуются, на какие места? Ну, основные точки, это, конечно же, вокзальная площадь. Если помните, раньше на вокзальной площади было очень много нестационарных торговых объектов. В прошлом году эти объекты были убраны в рамках благоустройства при вокзальной территории. Там этот момент очень насущный. Центр города, ПЛК, Советская, а также трассы вылетные. Но ведь кажется, что центр города – это такая вот вещь, которую у всех на виду, это место. Каждый день мы там проходим, видим эти палатки, какие-то развалы, и можно же хоть каждый день ходить их проверять. Ну, палатки, они не являются, скажем так, в большинстве случаев незаконной торговлей. А по поводу развалов, так приходится каждый день ходить, проверять. Сами видите, да, очень много лиц пожилого возраста, бабушек, которые торгуют в том числе продукцией собственного производства, ну, или какими-то подобными товарами. Штрафы небольшие. Но вот, может быть, бабушек все-таки не штрафовать? Для них, может быть, какие-то льготы могут существовать, нет? Ну, как я говорил, да, в любом случае, для, скажем так, незлостных нарушителей, да, мы изначально просто подходим и говорим, что просим отминуться. Да, конечно. А вот бабушки, те, которые там на огороде что-то вырастили, может быть, для них какие-то специальные места существуют, где они могут законно реализовать свой товар? На нашем основном рынке Красном Камне предусмотрены льготные места для осуществления подобных товаров собственного производства. Там, соответственно, та же самая бабушка может обратиться. Обязательно она должна подтвердить, что у нее есть там земельный участок, на котором она выращивает, что это не перепродажа. Плюс в рамках наших ярмарок, которые проводятся, мы всегда ведем переговоры с, соответственно, организаторами ярмарок на предмет наличия мест для вот таких льготных категорий. У нас есть определенные там и лица с ограниченными возможностями, которые также осуществляют торговлю. Она либо осуществляется на безозмездных условиях, либо с минимальной платой, там будет только компенсация каких-то затрат минимальных на вывоз мусора и так далее, на охрану. Но все равно какие-то документы они должны собрать. То есть они не могут просто прийти, показать пенсионное удостоверение, либо инвалидность свою и сказать, вот у нас там мало денег, мы маленькую пенсию получаем и прийти торговать своим товаром. На красном камне спрашиваются, соответственно, документы на землю. На ярмарках в зависимости от оператора. Мы же даем разрешение на проведение конкретному оператору, которой присвоена первая условная категория Международной комиссии Московской области. Да, при Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области. И там, естественно, у каждого оператора могут быть немножко варьироваться документы. Но, естественно, они не хотят сильно зарываться бумагами и осуществляют это на более лояльных условиях. А вот вы сказали ярмарка. Что такое ярмарка вообще? Чем она отличается от рынка, от того же самого красного камня? Ярмарка – это какое-то мероприятие сезонное, опять же, либо оно может быть постоянное? Ярмарка – это мероприятие временное. Чаще всего, как у нас сейчас проводится, это ярмарка выходного дня. Более долгие ярмарки у нас проводились только зимой, на праздниках, на пешеходной зоне вблизи «Искры». Но стали поступать обращения жителей о том, что неудобно ходить, мало места. В связи с этим мы перенесли ярмарку ближе к кинотеатру «Искры», убрали это с глаз людей. Жалоб уменьшилось гораздо на проведение таких ярмарок и сократили количество этих ярмарок. Сейчас они проводятся один-два раза в месяц на центральной площади. Соответственно, они носят характер выходного дня, то есть предприниматели начинают торговать в пятницу и заканчивают в воскресенье. А как предпринимателю получить место на такой ярмарке? Обратиться к организатору, потому что, как я уже сказал, мы даем разрешение организатору о проведении ярмарки. Можем всегда любому желающему предоставить сведения об этом организаторе. Соответствующий предприниматель, местный, может написать соответствующее заявление, либо подать документы организатору ярмарки. До того, как еще подавать документы на организацию реализации своего товара на ярмарке, будущий еще предприниматель должен как-то себя зарегистрировать, как индивидуального предпринимателя. Что для этого нужно сделать? Какие документы собрать? Куда обращаться? Алгоритм можете рассказать? Здесь идет речь, наверное, не только о ярмарках, но в целом об осуществлении какой-то предпринимательской деятельности. Изначально предприниматель должен определиться, чем хочет заниматься, соответственно, где будет осуществлять свою деятельность. Либо это ярмарка, либо это какой-то стационарный торговый объект, либо еще какие-то объекты. В связи с этим он должен определиться сам с системой налогообложения, что это общая система налогообложения, либо ЕНВД, налог на умененный доход, либо упрощенная схема налогообложения, то есть два специальных режима. После этого он регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, либо, если это не индивидуальный предприниматель, создает соответствующее юридическое лицо, как правило, общество с ограниченной ответственностью. Получается соответствующие договоры, если это система налогообложения общая, либо это упрощенная система налогообложения, то необходимо приобретение и регистрация в налоговом органе контроля кассовой техники. Для вмененной системы налогообложения это не требуется. После этого уже начинаются какие-то конкретные случаи, в зависимости от того, где он торгует, получить согласование, либо, может быть, если это, скажем так, сфера деятельности требует получения лицензии, получить лицензию, после этого начинать уже деятельность. По всем вопросам всегда можно обратиться в наш отдел по торговле и услугам, находится он на улице Лемешко, там, 15, там с удовольствием, конечно, ответить на все вопросы и дадут контакты соответствующих надзорных органов, либо других проверяющих структур. Добросовестный предприниматель получил разрешение, но все ли продукты, все ли товары он может реализовать на своей точке, условно говоря, на улице, в той же палатке, потому что, может быть, есть какие-то товары, которые нельзя просто так продавать, а только в специализированных местах? Конечно, есть ряд товаров ограниченных в обороте, самое банальное оружие, психотропные средства, которые являются ограниченными в обороте. Пиротехника, опять же. Пиротехника. Есть определенные группы товаров, в которых есть специальные условия продажи, например, бензин, какие-то еще виды топлива. Есть товары, как алкогольная продукция крепкая, на которые требуется соответствующая лицензия. Надо понимать, что деятельность без лицензии подпадает под критерии незаконного предпринимательства, о чем я уже говорил, что может быть соответствующими надзорными органами квалифицировано как уголовное преступление. С вашей стороны все понятно, что вам нужно, чтобы все было по закону, но для жителей, для некоторых, они говорят, а нам какая разница, санкционирована эта торговля или незаконная. Нам самое главное, чтобы все продавалось в доступных точках, чтобы мы все всегда могли купить. В чем опасность приобретения товаров с рук? При приобретении товаров с рук никто ни в чем не застрахован. Соответственно, поскольку этот предприниматель никаким не проверяется, неизвестно, откуда взялась продукция. Является она там контрафактной, может быть, соответственно, с нарушением соответствующего законодательства. Она может являться некачественной, как минимум. Продавец может быть больным какими-то заболеваниями соответствующими. Это тоже очень опасно. То есть можно, приобретя продукцию, особенно пищевого происхождения, получить очень серьезные заболевания. И потом будет очень тяжело найти того человека, который реализовал эту продукцию. Но и также, естественно, если это промышленные группы товаров, вернуть кому-то эту продукцию также практически невозможно. Но вот на вашей практике, допустим, вы кого-то уличили в незаконной торговле. У этих предпринимателей они чеки вообще выдают на месте? Нет, конечно же. Вот эта торговля, про которую я говорил, лоточная или без машин, чеки в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев не выдаются. Но все-таки есть некоторые, которые выдают, правильно? Прямой практики не было, но уж этой цели, возможно, где-то такое и было. И все-таки поподробнее еще раз. О каких штрафах идет речь, о каких санкциях для тех людей, которые все-таки не прислушаются? Не прислушаются. То есть осуществляют деятельность без регистрации юридического лица, либо регистрации в качестве недолгого. И возвращаясь к еще продаже продукции, продуктов, я имею в виду, медкнижка же нужна еще, правильно? Да, у продавца должна быть медицинская книжка. А где ее получать? Ну да, в соответствующем медицинском учреждении. Ну и, наконец, о штрафах, да? Ну, как уже говорили по Кодексу об административных правонарушениях, самый минимальный штраф от 500 рублей до 2000. Если собирается соответствующими органами законодательная база, то это уже уголовная ответственность. От 300 тысяч штрафы до лишения свободы сроком до 5 лет. Это уже говорится, речь идет о нарушениях, в связи с которым предприниматель получил доход более 1,5 миллионов рублей. Спасибо. Смотрите, вот в Видном мы стали все замечать, что в последнее время устанавливают вместо автобусных остановок некие павильоны, в которых предусмотрены точки для продажи какого-либо товара. Можно поподробнее об этом рассказать? Да. В конце прошлого года администрации городского поселения Видное, конкретно по Видному, принята новая схема размещения стационарно-торговых объектов. Предыдущая схема насчитывала порядка 120 объектов, новая насчитывает 200 торговых объектов. Надо понимать, что это не только остановки, но и отдельно стоящие павильоны. Также в эти 200 входят сезонные пункты, это елочные базары, бахчевые развалы. Кроме того, места, где торгуют молоком привазным, в том числе наш колхоз Максима Горького и другие подобные вещи. Павильоны в рамках продовольственной программы «Корзинка» — это специально оборудованные автомобильные средства для продажи. То есть увеличилось количество объектов, и новые объекты были внесены в схему. В конце прошлого года городское поселение Видное провели соответствующий конкурс. Была расторгована часть объектов. 29 декабря прошлого года были подписаны договоры на установку этих объектов. И вот те точки, которые сейчас устанавливаются, это как раз те точки, которые прошли по заключенным договорам. Но в этих магазинах так называемых что будет реализовываться в первую очередь? Разные группы товаров. В основном это, конечно же, продовольственные группы товаров и общественное питание. Ну, в общем, товары первой необходимости. Как я слышал от многих, говорят так. Чуть ли не канцелярские товары, кстати, называют. Что там будут продаваться? Ну, здесь надо понимать, что предприниматель, любой выходя на тот или иной конкурс, он понимает, на чем он будет зарабатывать. Соответственно, человек, выходя из автобуса или маршрутки, скорее всего, или ожидаем автобус или маршрутку, захочет купить либо домой продукты какие-то, либо подкрепиться, скажем. Ну, канцелярские товары, это менее вероятно. Согласен. Но каждый нестационарный торговый объект имеет определенную специализацию. То есть, если это продукты общественного питания, там нельзя продавать канцелярские скрепки. И наоборот. Смотрите, раньше, еще буквально 10 лет назад, может быть, чуть больше, на тех же остановках свободно продавали в этих же ларьках пиво и прочие там даже более крепкие алкогольные напитки. Вот, перейдем к этой больной теме. Реализация алкоголя. Кто контролирует этот момент и как часто проходят алкогольные рейды? Ну, основной надзорной структурой, опять же, является УМВД. По Ленинскому району проводим проверки, в том числе после 11 на продажу алкоголя, соответственно, еще после 11 часов вечера. На период с апреля месяца проведено порядка 20 проверок. В результате проверок у трех магазинов отозваны лицензии на продажу алкоголя. Плюс изъято там несколько сотен единиц товара. Наши корреспонденты также вышли в подобный антиалкогольный рейд, сняли сюжет. Я предлагаю сейчас его посмотреть и обсудить. Лицензии на продажу алкогольной продукции в этом магазине, который находится на улице Завидное, не оказалось. Многочисленные жалобы местных жителей послужили поводом явиться сюда с рейдом по алкоконтролю. Сотрудники отдела экономики и потребительского рынка Ленинского района пару месяцев назад уже проверяли торговую точку и изымали алкоголь. Но, кажется, хозяев это ничему не научило. Как продавали, так и продают. Предприниматели продолжают торговлю алкогольной продукцией. Был выбит чек от ООО. Этот штраф может достигать до 500 тысяч рублей. А также конфискация всей алкогольной продукции. Сегодня мы обнаружили на складе и на витрине более 300 бутылок разнообразного алкоголя. Как крепкого, так и не очень. Весь алкоголь будет изъят. Будет составлен протокол об административном правонарушении. И предприниматели будут привлечены к ответственности. Нарушений здесь больше, чем достаточно. Кроме продажи алкоголя без лицензии, предприниматели торгуют фальсифицированным товаром. Реализуют спиртное после 23 часов, в том числе несовершеннолетним. Но таких точек в районе много. И ежедневно, проводя рейды по алкоконтролю, сотрудники администрации совместно с органами внутренних дел стараются пресекать деятельность подобных магазинов. Сейчас покупателям неизвестно, в каких предприятиях разрешена продажа алкоголя и какого оно качества. Однако с 1 июля этого года мы сами сможем узнавать всю необходимую информацию о купленной алкогольной продукции. Это стало возможным благодаря внедрению единой государственной автоматизированной информационной системы. К основному чеку теперь кассир должен выдавать дополнительный со специальным QR-кодом. В данном случае мы видим, что данный магазин подключен к системе ЭГАИС. При сканировании стандартным сканером QR-кодов переходим на сайт федеральной службы и выходит информация о магазине, в котором мы приобрели товар, номер чека, а также информация о проданном товаре. То есть здесь указана непосредственно бутылка вина, кем она была завезена. Информация на сайт федеральной службы поступает буквально через две минуты, где-то быстрее через минуту, где-то через полминуты. Те предприятия, которые на 1 июля не будут подключены к единой системе, будут лишаться лицензии на торговлю алкогольной продукцией. Для каждого бизнесмена немаловажно, чтобы у него сам он знал, что он продает, откуда он продает, откуда он получил. И, конечно, покупатели будут знать, и за три минуты с любого смартфона можно проверить, что он покупает, какого количества, где было произведено. Ну, вся информация в QR-коде, она есть. Если же, начиная с 1 июля, при покупке алкогольной продукции QR-чек вам не выдали, смело сообщайте об этом в отдел экономики и потребительского рынка администрации Ленинского района. Юлия Погасян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Сергей Витальевич, ну вот мы посмотрели сюжет, и после него скажите, пожалуйста, какая ответственность за торговлю алкоголем без лицензии? За торговлю алкоголем без лицензии предусмотрена ответственность в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. И, соответственно, накладывается возможность, да, что в дальнейшем лицензии этой юридическому лицу или предпринимателю выдана не будет. А насколько помогает в работе вот эта вот система ЕГАИС новая? Это единая государственно автоматизированная информационная система? Ну, к системе ЕГАИС все предприниматели, которые занимаются реализацией алкогольной продукции, подключены уже давно, но были подключены по факту поступления алкогольной продукции к себе на склады. С 1 июля этого года, то есть завтра, стартует у нас уже этот первый день, когда все предприниматели, реализующие продукции в городских поселениях, то есть в Горках Ленинских и Видном, будут подключены к этой системе. По нашей данным, все предприниматели, у кого есть лицензия, уже к этой системе подключены. То есть проблем никаких возникнуть не должно, но если только какие-то технические там накладки. Благодаря этой системе, вот о чем говорил в ролике, есть возможность у любого потребителя, получив чек, благодаря любому приложению по сканеру QR-кодов на смартфоне, определить источник, откуда поступила эта продукция, поставщик, производитель, и сверить его с информацией на этикетке. Соответственно, если информация не совпадет, это колокольчик, которым надо бить в тревогу. Ну то есть для потребителей, в принципе, эта система очень позитивна, потому что они теперь могут любую бутылку купить и посмотреть, что она не соответствует, например, тому, что написано на этикетке. Да, конечно. Это, опять же, уменьшает возможность продажи контрафактного алкоголя. Для этого все, в принципе, и делается. Скажите, пожалуйста, не планируются ли какие-то изменения в законодательстве по торговле вообще в ближайшее время? Ну, ряд изменений всегда планируется, да, потому что у нас законодательство в данной области меняется, оно активно меняется. Конкретные вещи еще идут сейчас на стадиях тех или иных, ну, еще не приняты, поэтому сейчас говорить о них рано, потому что еще, возможно, те или иные изменения в эти документы. Ну, пока вот ситуация такая, которая есть. Как я говорил, да, городские поселения нас подключены, а сельские поселения будут касаться через год. Это уже принятый документ. Для потенциального предпринимателя будущего предоставлена ли какая-то информация в должном объеме на каком-либо ресурсе, где он может узнать, вот я хочу стать предпринимателем, и что мне для этого нужно? Где это можно узнать? По Ленинскому району данная информация предоставлена на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района, адм.дефизвидное.ру, в разделе потребительский рынок. Ну, я думаю, что с торговлей мы разобрались, и теперь в пору переходить уже к нашей второй теме, это экология. И какие экологические программы, либо губернатора Московской области, либо главы Ленинского района, работают у нас в муниципалитете сейчас? Ну, есть областная, естественно, программа по экологии, охране окружающей среды, есть наша программа, я думаю, подробнее расскажу именно про нашу программу. Что предусмотрены данные программы? Предусмотрены ряд мероприятий, да, это, значит, постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений, которые у нас на территории, как и на территории других муниципальных образований, естественно, присутствуют. Следующее направление — это отбор проб атмосферного воздуха. Соответственно, запланировано и уже проводятся мероприятия по отбору проб атмосферного воздуха, на предмет превышения, либо не превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Кроме того, запланировано мероприятие по отбору проб воды в тех или иных, соответственно, водоемах. Данным мероприятием, естественно, предусмотрена программа озеленения Ленинского района, так и в рамках этой программы и в рамках губернаторской программы «Наш лес посадит свое дерево». Осенью этого года будет также высажено порядка более 600 деревьев. Вообще, что касается озеленения, очень много сейчас действительно сажается деревьев. Буквально весной была всероссийская акция «Лес Победы», к которой присоединился Ленинский район. Расскажите об этом. В рамках «Месячника благоустройства» с него все началось, и вот «Лесом Победы», скажем так, завершилось весеннее. Набор весенних акций по посадке деревьев было высажено в сумме порядка 1200 единиц зеленых насаждений. Действительно, большая работа проведена в парке на территории Государственного музея и заповедника Горки и Ленинский на территории города. Было высажено, как я сказал, уже 1200 единиц таких объектов. Также месячник благоустройства у нас длился 4 выходных. И в рамках этого месячника была убрана очень большая площадь соответственно и Государственного лесного фонда, который, к сожалению, мы за муниципальный счет не можем пока убирать. Тем самым, конечно, экологическая ситуация улучшилась. А какие-то акции планируются в ближайшее время, в летний сезон, либо осенью экологически? Ну, акции, если так можно назвать это, постоянно, как я уже сказал, по отбору проб воздуха, отбор проб воды. Плюс осенняя акция по нашему лесу, по цене, где посади свое дерево. Как я говорю, более 600 единиц зеленых насаждений будет высажено. Но это такие глобальные, масштабные акции, а вот более узкие, но, тем не менее, также нужные и необходимые. Буквально 2 июля акция «Раздельный сбор мусора около взрослой поликлиники» состоится. Расскажите о ней. Да, инициативная группа граждан проводит данную акцию, видную за «Раздельный сбор мусора». Называется эта группа. В рамках этой акции изначально с утра будет произведен так называемый субботник по уборке Гослесфонда, прилегающего к улице Заводской и, соответственно, к поликлинике. Начиная с 12 часов дня будет осуществляться прием мусора, «Раздельный прием мусора» для последующей переработки в торсырье. В рамках этой акции можно будет задать макулатуру, можно будет задать пластиковые бутылки без крышек, отдельно крышки. Можно будет задать алюминиевые банки в чистом виде. Это инициативная группа горожан с таким предложением. А вообще, откуда чаще кто начинает все эти мероприятия? Администрация, либо люди обращаются к вам и предлагают, вот давайте сделаем такую акцию. Всегда по-разному. Есть мероприятия, которые мы сами инициируем, мы сами проводим. Но, естественно, мы всегда пытаемся прислушаться к людям и проводить те мероприятия, не для галочки, а в зависимости от потребностей людей. Даже про те отборы воздуха, про которые я уже говорил, и воды. Мы отбираем не там, где хотим сами, исходя из жителей, из жалоб жителей, на состояние атмосферного воздуха, на цвет воды, например. А вообще, за время вашей работы в администрации, вы заметили, что инициативных граждан стало больше, что гражданское общество действительно просыпается? За мои полтора года работы в администрации всегда было много на территории Ленинского района, на инициативных групп граждан. Сказать, что их прибавилось, я особо не могу, их никогда не было мало. Их достаточно вполне. Потому что информация поступает, мы ее обрабатываем, принимаем соответствующие решения. Не везде, к сожалению, мы можем принимать какие-то меры самостоятельно, потому что, сами понимаете, у всех есть определенные полномочия. Если объект является объектом федерального наблюдения, мы можем только обращаться в соответствующие федеральные структуры. Но мы всегда готовы работать, и есть люди, которые новые появляются, с нами непосредственно работают, участвуют в наших мероприятиях, которые мы проводим. Говоря об экологии, очень близко направление благоустройства. И буквально на днях глава Ленинского района Олег Владимирович Хромов представил публике концепцию благоустройства под названием «Зеленая река». Что это из себя представляет, и как это будет реализовываться в ближайшее время? Да, есть такая концепция под названием «Зеленая река». Она представляет собой благоустройство территории, основой которой является, конечно же, это «Зеленое насаждение» с возможностью беспрепятственного доступа по всей территории, как пешего доступа, так и прокладкой велосипедных дорожек. Вся эта, так называемая, «Зеленая река», она начинается у нас от Суханова, продолжается дальше через Расторгуевский парк, проходит дальше на железнодорожную станцию. В рамках этой концепции предусмотрено строительство транспортно-пересадочного узла, который будет в себе сочетать и современный многофункциональный торгово-развлекательный центр, и парковки, крытые для автомобилей, и, естественно, современные залы ожидания для пассажиров. Дальше мы переходим на противоположную сторону относительно железной дороги. «Зеленая река» проходит через Тимоховский парк, проходит через городской парк, который за администрацией находит, и выходит уже в лесопарк, в Виденский лесопарк. Поэтому лесопарку там отдельно у нас история. Мы сейчас уже получили предварительное согласование на предоставление в пользование данного лесопарка площадью 249 гектар нашему видновскому парку, парку города Видное. В рамках реализации этой концепции сейчас у нас ставится на кадастровый учет вот этот лесной массив, после этого там будет создан лесопарк. Надо не путать, это, конечно же, не лунопарк, не парк с развлечением, никаких там аттракционов не будет. Там будет просто благоустроенная среда для прогулки, для возможности катания на лыжах, потому что он так фактически используется. Но уже современная, с соответствующими там дорожками, с соответствующими велосипедными дорожками, с урнами, с лавочками, с освещением и с соблюдением безопасности, в том числе оборудованными камерами безопасности. А почему именно Зеленая река, почему так называется? Ну, называется она, потому что если посмотреть, как минимум, на эту концепцию, да, выглядит это все как зеленое насаждение большой протяженности, это порядка 6 километров без учета Веденского лесопарка, с ним еще больше. Вот, и визуально это смотрится, как река с такими прудиками, озерами. Я сегодня, когда готовился к эфиру, зашел на сайт администрации, и там уже выложены все эскизы, как это будет выглядеть. И также там внизу есть такая пометочка, что все вопросы и предложения вы можете отправить на адрес электронной почты, который там указан. Вот такая открытость власти, это действительно такой шаг вперед, что вы готовы обсуждать с гражданами дальнейшее развитие вот этой концепции? Ну, концепция делается не для нас, не для чиновников, а делается для жителей. Естественно, мы хотим сделать так, чтобы жителю было приятно жить в городе Видное. Поэтому, естественно, мы готовы ко всем обсуждениям, ко всему обсуждению всех предложений, которые поступят в рамках этой концепции. Потому что пока это только концепция, это еще не проект. Схематичное изображение, оно, конечно, такое еще пока совсем условное, но смысл понятен. И наличие тех или иных дорожек, тех или иных мест отдыха, оно, конечно же, мы сейчас открыты для получения заявок для последующего проектирования. Ну, там, впрочем, так и написано в последнем абзаце было, что следующим этапом будет обсуждение и анализ поступивших предложений и рассмотрения их. Здесь абсолютно по аналогии с дворовыми территориями, которые сейчас делаются, знаете, да, перед реализацией того или иного проекта создания парковочного пространства либо каких-то других мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Обязательно сотрудники администрации выходят к жителям и обсуждают, потому что очень часто возникают вопросы условно сделать больше какой-то газон, либо больше сделать парковочного пространства. Здесь все время нужно достигать консенсуса по данному вопросу. И здесь без обсуждения, живого обсуждения с жителями просто невозможно реализовать. Ну да, я даже сам видел, где идет парковка, и в середине стоит дерево, за которое, видимо, все боролись, местные жители, и оно просто стоит в центре этой парковки. Ну, самое распространенное, да, сделать еще одно парковочное место либо оставить дерево. Давайте перейдем теперь к наболевшему вопросу. Очень много жалоб поступает в последние годы и нам на телеканал, и я знаю вам в администрации тоже. И вы присутствовали на одном из последних, скажем так, съездов, который был на коксогазовом заводе по вопросу выбросов. Очень много переживают люди по этому поводу, и расскажите об этом. Да, действительно, проблема наболевшая поступает с очень большое количество обращений. Именно по этому объекту, я думаю, 80 обращений по состоянию атмосферного воздуха связано именно с деятельностью, ну, как пишут люди Московского коксогазового завода. Мы прекрасно понимаем, что это градообразующее наше предприятие, порядка 1200 человек работает, но надо понимать, да, что люди жалуются, соответственно, надо реагировать. Московский коксогазовый завод является объектом наблюдений федеральной, соответственно, поэтому действующих мер по, как люди пишут, по закрытию этого объекта мы принять не можем. Есть орган Росприроднадзора по центральному федеральному округу, который сейчас, не так давно состоял в судебных процессах с Московским коксогазовым заводом по вопросу согласования разрешительной документации по объему выбросов. Также он состоит до сих пор в судебных процессах по вопросу закрытия. Мы знаем, что он подавал на закрытие предприятия в суд, пока судом таких решений не принято. Московский коксогазовый завод продолжает там разрабатывать соответствующую документацию. Что дальше мы по этому вопросу делаем и мероприятия, которые мы реализовываем в рамках того совещания, которое большое было проведено на территории Московского коксогазового завода. Прежде всего, отбор проб атмосферного воздуха. Мы проводим отбор проб с представителями жителей, проводим в ночное время, на которое больше всего жалоб поступает. Проводим во времена НМУ неблагоприятных метеорологических условий, когда соответствующая роза ветров и со стороны по ветру с Москокса, потому что основные жалобы шестой микрорайон, туда новые районы. Кроме того, сейчас в Московской области разрабатывается проект создания мониторинговых постов, стационарных мониторинговых постов, которые смогут в режиме реального времени брать отборы проб воздуха. Эта концепция рассчитана со сроком реализации в 1-2 года. Мы обращались в Минэкологии неоднократно, чтобы наш город и наш объект включили в эту схему. Они нам ответили, что этот объект, наш город является одним из приоритетных по вопросам реализации. Кроме того, мы обращались в совместность Минэкологии, в правительство Москвы, у которых есть данные мониторинговые посты. Они являются не стационарными, то есть передвижными. Понимать, что мы за свой счет не можем приобрести такой объект, потому что это не в рамках наших полномочий, к сожалению. И такой пост стоит очень дорого, более 10 миллионов. Соответственно, мы обратились в Москву с просьбой предоставить в аренду данный объект. Они нам прислали ответ о том, что объект может быть предоставлен только на возмездных условиях. Сейчас пытаемся рассмотреть вопросы стоимости этого предоставления, невозможных источников финансирования с учетом наших возможностей бюджета и возможностей нести затрат на те или иные мероприятия. Вы сказали, что 80% жалоб именно на коксогазовый завод, а остальные 20%. Есть еще какие-то предприятия, на которые идут жалобы? Да, есть еще асфальтовые заводы, есть у нас еще завод асфальтобетонный, который находится в городе Москва. И большинство жалоб поступает с Булатниковской территории, в новых микрорайонах. Мне жалуются на это предприятие, которое находится в другом субъекте Российской Федерации. Естественно, все обращения по принадлежности направляются в город Москва. Город проводил тоже обследование, ставили свой нестационарный мониторинговый пост, нарушений не выявили. Но люди продолжают жалобиться на запах. Понимаете, что запахи у нас не регламентируются, меряется ПДК, содержащийся в воздухе. Вот департамент города Москвы соответствующие нарушения по тому объекту также не выявил. В заключение эфира к нам уже поступают вопросы от телезрителей. Давайте зачитаю один вопрос. Родители группы номер 2 детского сада номер 9 «Солнышко» пишут. Наш воспитатель Галина Грантовна Гзелян много лет ждала получения жилья. Недавно стало известно, что квартиру ей и ее семье дают. Но в ЖК Бутова парк. Все замечательно, но добираться оттуда на общественном транспорте большая проблема. Поэтому она будет вынуждена перейти на работу в другой сад по месту жительства. Но такие воспитатели на вес золота. Есть ли возможность предоставить ей жилье видным? С уважением. 26 родителей группы номер 2. Да, мы в прошлом году, в этом году предоставили значительное количество квартир служебного жилья для работников медицинских учреждений и для работников образования. К сожалению, ситуация у нас такая, что квартиры мы получаем в рамках инвестиционных проектов. И большинство квартир мы получили, подавляющее большинство, именно со стороны Бутова парка. На данный момент у нас свободные квартиры для предоставления данных категорий в городе отсутствуют, поэтому мы предлагаем именно Бутовый парк. На данный момент, к сожалению, мы не можем предоставить конкретному сотруднику именно в городе жилые квартиры. Дальнейшее рассмотрение возможно уже по факту поступления жилья в муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционных контрактов соответствующих инвесторов-застройщиков. Если у жителей есть к вам вопросы, помимо сегодняшнего эфира, как к вам можно обратиться в администрацию? Какой график приема у вас? Можно позвонить по телефону 495-549-02-99 и записаться ко мне на прием. Принимаю я каждый понедельник с двух дня до шести часов вечера. Спасибо большое за интересную беседу. Наш эфир подошел к концу. У нас в студии был Сергей Куканов, заместитель главы администрации Ленинского муниципального района. Ну а мы увидимся с вами завтра. До встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok